Друзья, Иван, желаю хорошего футбола, Ивана Христова, выйти через короткую передачу, но обрез в центре, дальний удар, того не было, по ощущениям, да, потому что никто ничего не крещал, и зрителей, в принципе, видно не было, а вот момент создается, очень опасный, но... Молодцов, хорошая передача, в штрафную, удар, момент, казалось бы, ну, во-первых, вот она классная передача, здесь-то можно уже и бить поворотом, ну, какую шикарную передачу, в штрафную, скидка под навес, навес пошел, есть скидка под удар, момент, ухо-хо-хо! Вадима Корочкова, да, вот, из команды Елец был эпизод, что у него что-то и хорошо, а вот, как раз-таки, те самые фанаты, будем смотреть угловой, со стороны команды Елец, подача! Да, способен передачу выдать, что и делает, касание, Маркалов, удар! Готовит подачу Кудрин, голкипер пролетает, это сухой лист, вот, да, подача вот от Кудрина. Ну, так Сергей Кудрин, может сказать, так я почти как Беффер. Подачу штрафную, и ответочка! Команда Елец! Развлекает, классная подача, дать еще раз смотреть, с левой Лошкарев подает, и момент вот такой вот появляется у... Так что судите сами, почти все команды из верхней части таблицы забивают больше двух мячей, удар! Ну и сделал этот самый проход сольный, Артем Сысоев, перевожил налево, пробил. Кстати, здесь активно бороться сейчас Сушков, и нарушение правил. Так, ну а что здесь, оказывается, пенальти? Кузнецов у мяча. Кузнецов разводит мяч и голкипера по разным углам. 2-1 в пользу Металурга. За штрафом. Разбег, Белоусов, удар! Буквально чуть-чуть не хватило Белоусов. Вперед мяч ввел, борьба. Молодцов! Ох, друг другу помешали, но мяч! Тата залететь не лучшим образом сыграл голкипер. Отбор остается за Баркаловым. Баркалов бьет. И угловой. Не угловой. Подметился забитым мячом с пенальти. Садзугоев, Дмитрий Миченков, Евгений Мшаков, Арсен Асатрян и Михаил Пашин. А вот и момент футбольного клуба «Елец». Продирается здесь. Классно по флангу передача и гол! 2-2! С конентами. Рогованов и Игорь, надо 18-й. Да, да, Игорь Рогованов, друзья. Молодцов, конечно, все сделал для этого мяча. Молодец, Рогованов. Передача по флангу. Но здесь уже можно что-то придумывать. Молодцов, молодцов. Здорово. На смене курса. Направо катит. Есть прием мяча. Подача в штрафную. Вынос мяча. И еще одна передача. Маскалюк. Маскалюк. Здорово покатил Маскалюк. Кто здесь лежит? Ничего подходит. Чтобы быстро разыграть. Потому что, ну, бить поворотность по дистанции. А вот такую подачу. Кудрин удар слева ноги. Прессинг в борьбу. И много выигрывает мячей верховых. Но сейчас атака от Металлурга. Хорош Маскалюк. Ухуй здорово. При этом классный же момент себе Маскалюк создал. Смотрите, как на касание обыграл Белоусова. Знаете, в такой ситуации вот дай Кудрину, ну, 10 раз еще. Точно так же подать. И думаю, что ни разу он не забьет. Ну, это смотрите. Могу сейчас предположить, что Шаталов как раз-таки вместо кончего вышел. Ну, сейчас момент у Рогованова. Передача. Так как Шаталов как раз-таки занимает нас позицию центрального нападающего, то мое предположение вполне на левом фланге. Раз-таки Васильев. Вот он, Васильев, и имеет возможность. Соответственно, здесь работает только передача в касание. Да, ее еще нужно успеть сделать. Маскалюк. Ручкин. Ручкин. О, мой. Мог сделать. Все мог сделать сейчас и Ручкин. Посмотрите, какой момент. Ну, кто-то в чате написал, да, что... Все это тоже наиграно. Здорово сыграно. Молодцов. А вот момент у Ельца ответный. Удар. Еще можно добивать. Не забивает, друзья, 15-й номер. И это Вадима Карачков. Знаете, хочется сказать, что... Ну что, готовится подача в штрафную в момент. Так, собачка вышла на поле. Вспоминаю я сейчас ЦСКА Спартак. Могу. Полить-то на нем точно нельзя. Слушайте, какой красавец, а. Так, вот, кусает футболистов Ельца. А может быть, она приехала с Металургом, а? Слушайте, ну где мы еще это увидим, да? Некоторую информацию лингвистическую все-таки пришел к своему выводу, что трансфер правильно произнести. Желтая карточка. Красная карточка. Комментатор, ты все накаркал нам. Ты вообще болеешь за Металург Оскол. Чу подходит и Кудрин. Тоже будет бить. Ну, не мог, знаете, не пошутить на эту тему. Ну, ладно. Моменту. Винни Металурга и Ельца, да, не такой уж и совсем разный, да? С учетом того, что Рубин будет играть в ФНЛ. Приводить в примеры такие клубы, как футбольный клуб Москва, там, в свое время Торпеда, Сатурн и так далее. Торпеда, там, подобное. Момент у команды Елец в меньшинстве. Ну, давайте смотреть. Стандарт, подача. Момент. Выходит здесь Галкипер. Алкимов. И все. Финальный свисток.